Привет ребята, меня зовут Рейсмон, сегодня мы с вами продолжаем играть в Майнкрафт и в этом видео мы с вами попробуем призвать новых версий големов в Майнкрафте. Дело в том, что в Майнкрафте есть обычный железный голем, но а что если его собрать из других материалов и из других блоков? Ну что ж, давайте посмотрим, что же у нас выйдет и поехали! Так, короче говоря, я уже появился в мире Майнкрафта, нахожусь в деревеньке и, как вы знаете, в Майнкрафте существует обычный железный голем, который собирается из обычных железных блоков, давайте попробуем его собрать и посмотрим, как он себя ведет в атаке. Мы с вами призовем одного разбойника и посмотрим, как он быстро с ним справится и какие эффекты он умеет. Ну, насколько я знаю, эффектов он у нас толком никаких не имеет, я чуть-чуть застрял здесь, так, нам нужно вот так сделать, вот так сделать и теперь поставить тыкву. В общем, собираем Баку-Т на железном кубе, на железном блоке и у нас получается вот такой вот железный голем. Давайте призовем туда разбойничка и посмотрим, как будет вести себя голем. Ну, он сразу побежал его атаковать и убил его буквально за две тычки. Ну, а теперь мы с вами попробуем призвать других големов из других материалов. Сегодня у нас будут големы из материалов динамита, алмаза и блока пчелиных сот. И какие функции у них вы узнаете чуточку дальше. Для того, чтобы все это изучать и узнать все их особенности атаки и так далее, у меня есть специальная книжечка, которая мне о них расскажет. Ну, и давайте попробуем ее прочитать. В общем-то, нас приветствует этот гайд о том, как их призывать и мы тут видим, что этих големов очень много. Поэтому, если ты хочешь увидеть в следующем видео каких-нибудь других големов, обязательно напиши об этом в комментариях. И тогда, если твой комментарий наберет много лайков и послужит идеи для следующего видео, он попадет в следующее видео и прямо вы его увидите на экране. Давайте посмотрим, что у нас дальше есть. Так, ну, тут у нас руководство и так далее, и так далее, и так далее. И что нам нужно для крафта этих големов? Нам нужно специальный голем спелл скрафтить. Крафтится он у нас из бумаги, перьев, редстоуна и чернильного мешочка. Так, ну, редстоун у меня есть. У меня есть же алмазный меч, при помощи которого как раз я все остальные ресурсы и добуду. Так, ну, у нас тут есть курочки. Мы сейчас как раз курочек поубиваем. Так, получай, получай, получай эти курочки. Ну, у меня их тут много как раз. Я их тут наплодил себе, приготовил все. И, кстати, главное не забывать, что нам еще помимо всего этого нужны тыквы. То есть нам не только нужен голем спелл, нам-то его нужно на что-то применить, и поэтому для этого нам пригодятся тыквы. Так, ну, я вроде добыл достаточно перьев, которые мне, в принципе, пригодятся. Теперь мне нужно добыть спрута. Так, а куда у меня делись все спруты? Проклятые спруты решили меня подставить и куда-то поисчезали. Исчезали. Ну, ничего страшного, они вроде как вернулись, и теперь мы продолжим их убивать. Они, походу, испугались. Они знали, к чему это дело проведет, что я буду добывать у них чернильные... О, здорово, дружище, выплыл. Что я буду с них добывать чернильные мешочки, и поэтому решили отсюда смотаться. Так, ну, я пять чернильных мешочков добыл. Нам этого вполне хватит. И теперь нам нужно добыть тростник, чтобы скрафтить из него бумагу. В принципе, тоже у нас это есть. Ну, и последнее, что нам осталось для нашего эксперимента, это добыть тыквы. Тыквы у меня тут тоже неподалеку растут. Как раз пять тыковок, сколько... А, четыре тыквы у нас выросло. Но нам этого вполне хватит. Нам достаточно было бы три, на самом деле. Но раз их пять, пусть будет их пять. Отлично, все тыковки собрали. И теперь можно приступать к крафту этого големспела. И специального светильника Джека, который будет использоваться для создания таких големов. Так, что мы с вами берем? Значит, нам нужно взять, скрафтить себе... Ага, 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 у меня тут верстака нету. Но ничего страшного, мы же майнкрафтеры не пальцем деланы. По-быстрому скрафтим верстачок. Так, побьем дерево, добудем верстак. Все, готово. Так, что? Что, что, что? Нам нужно сделать бумаги. Много бумаги. Отлично. И теперь на этом верстаке все это дело скрафтить. Нам нужно сделать так, так и вот так. Все. Как видите, мы получаем с вами големспелл. Но нам их нужно несколько штук, поэтому мы сразу все ресурсы загрузим, которые у нас есть, и сделаем максимальное количество. Три штуки у нас получилось. Этого вполне хватит. Теперь мы берем с вами, устанавливаем тыкву, тыкву и ножницы. Где ножницы? Ножницы. Так, я не помню, можно ли так сделать было. Нет, походу... Нет, нет, нельзя в крафте. Я почему-то думал, что можно было это сделать через стол крафтинга. Ну хорошо. Вот так вот сделаем их. Оп. И теперь так, так и так. Все. Этого достаточно нам. И как раз эти тыквы мы сейчас перекрафтим в... С вот этим вот свитком, который мы с вами только что скрафтили. И у нас получится то, что нам нужно. Так. А где у нас теперь... Вот они, големспелл. Этот свиток голема. Угу. Так, 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 так. Вот. Все. Отлично. Мы с вами получаем три головы голема, которые нужны для крафта этих самых големов. Ну и теперь приступаем к крафту самих големов. Мы их с вами скрафтим изначально. Давайте... Давайте начнем, пожалуй, с динамита. Я хочу скрафтить динамитового голема. Так. Нам нужно взять один големхед. И теперь давайте попробуем его где-нибудь здесь скрафтить. У меня еды, черт побери, нету. Закончилось. Сейчас эту курицу сожру и меня как оно отравит. Зараза. Так. Крафтим голема. Здесь нам не нужно ставить блок поднес. Теперь просто крафтим букву Т и устанавливаем голову. Все. И, как видите, наш голем скрафтился. Давайте посмотрим, что у него по характеристикам. Нам нужно его сейчас будет найти в этой книжечке. И мы как раз узнаем, что он у нас дает. Смотрите. Значит, у него хп очень-очень мало. У него всего 14 хп. Атака у него очень низкая. 2.5. Но он может взрываться. То есть в этом плане его особая мощь. Посмотрите. Тут даже ядерный взрыв изобразили. Хорошо. Давайте мы с вами... А куда нам у нас делся тот железный голем? Блин. Придется курицу. Вот смотрите. Сейчас отравлюсь. 100% отравлюсь. Все. Я больше не буду ее есть. Так. Давайте мы с вами призовем теперь разбойника. И посмотрим, как он с ним будет сражаться. Так. Он с ним сражается, как видите. Сражается. 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 Разбойник его атакует. И сейчас, посмотрите, что произойдет. Он задымился. Он задымился. И сейчас бах! Взорвался. И, как видите, от разбойника у нас ничего не осталось. Да и вдобавок местность. Он очень-очень сильно потрепал. Смотрите. Дело в чем. Я бы такого, на самом деле, голема не создавал в деревне. Потому что при взрыве он просто разнесет к чертям все домики, которые там есть поблизости. То есть взрыв у него, на самом деле, очень сильный. Сильнее, чем у динамита. То есть это примерно как... Ну, как два или три динамита. Ну, хотя он из четырех кратуса, я думаю, даже как четыре динамита. И поэтому взрыв у него достаточно сильный. Вот такой вот у нас ТНТ голем. Давайте посмотрим, какой у нас будет дальше. Дальше у нас будет голем из алмазных блоков. Как раз сейчас еду нормальную возьмем. Крафтится он у нас точно таким же способом. Так, так, так. Давайте покушаем. И посмотрим, какие же у него есть характеристики. Для начала его скрафтим с вами. Так, так. И устанавливаем голову. И у нас получается вот такой вот алмазный голем. Или голем. Как правильно ударение здесь ставить вообще? Ну, по-моему, это не особо важно. Давайте посмотрим, что у нас с алмазным големом. Значит, атака у него 20 хп и здоровье 220. Я так понимаю, это больше, чем у железного голема, наверное, да? Тут нету железного голема нигде. Нет, здесь нет железного голема. Но, по-моему, это немножко больше, чем у обычного железного голема. Но выглядит он гораздо круче, я бы сказал. Давайте заспауним парочку разбойников. Ого, ого. У них там они с этим, со знамем. Блин, не, я не буду это знамя подбирать. Как видите, голем у нас остался жив. Давайте попробуем его уничтожить. Раз, два, три. Ого. Не-не-не-не-не-не-не-не. Что-то он вообще жестко сильный. И смотрите, как он за мной побежал. Блин, он прям очень быстро за мной побежал. Я его просто подпускать сейчас не буду. И просто его отсюда попробую добить. Так, дружище, где ты? А, он от меня, он решил меня не атаковать. Хм, вообще, теоретически, я могу сделать, знаете как? Сейчас я его попробую до себя дотащить, до своего дома. Я просто хочу его через дверь убивать, потому что так будет проще. Ну, иди сюда, дружище, иди ко мне. Иди сюда, иди сюда. Так, как видите, я в домике, он сюда уже зайти не сможет. Но его, блин, шаловливые ручки дотянутся до меня все равно. Они у него такие длинные. О, получай, о, получай. Да, смотрите, он под деревом застрял и не может пройти. А, получай, алмазный голем. Так, так. А! Черт! Этот алмазный голем, несмотря на то, что я был в полном сети алмазной брони, меня завалил с одного удара. Он просто, просто дал мне втычку одну, какую-то прям очень прицельную, хорошую. И меня просто-напросто завалил. Это офигеть, какой сильный голем. Я же вообще просто попутал здесь. Так, так. Нет, я его теперь больше не подпущу так близко к себе. Ну, давай, иди сюда. Смотрите, нет, смотрите, он опять. Оп, оп. Не подпускаем его, не подпускаем. Ого, ого. Либо он меня тогда два раза ударил, я этого не видел, либо он реально меня очень, очень прицельно с одного удара вынес. Так. Блин, сколько мне его бить? Мне прям интересно, какой у него лут выпадает. Если, ну, наверное, алмазы выпадают. Мне кажется, с него должно очень много алмазов повыпадать. Ну, хотя бы, хотя бы хоть чуть-чуть от того, сколько я в него выложил. В капитал прожиточного его минимума. О, нет, блин, я опять сдох. Я опять сдох. Ой, только не говорите, что он у меня еще агрессивный. Ммм, да, на самом деле сражаться с ним та еще морока. И придется прям очень постараться. Урон он наносит очень знатно. Так, дружище. Дружище. Не, 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 я его не подпускаю. Я стараюсь его не подпускать. Но, как видите, он очень сильный. Просто он меня так быстро разматывает. Отлично. Мы его сами убили и получили с него 14 алмазиков и 1 редстоун. Ну, примерно меньше половины, чем то, сколько я, в общем-то, вложил в него. Хорошо. Следующий голем. У нас на очереди идет голем из пчелиных сот. Нам потребуются для этого пчелиные соты. Но, я думаю, все знают, как их скрафтить. Просто добывайте, ходите по, как его, ну, по лесу, собирайте соты и затем его можете скрафтить. Так, хорошо. Мы его сейчас скрафтим. Нам нужна вот голова голема. И сейчас я вам расскажу о его особенности. Тут у меня как раз моя княженция есть неподалеку. И давайте мы посмотрим, значит, где же этот сотовый голем, я бы его назвал. Ну, сотовый не от смысла сотовый телефон, а от смысла из того, что он из сот состоит. Так, вот, от пчелиных сот. Голем из пчелиных сот. Значит, здоровье у него 68, не такое высокое. Атака у него низкая. В 10 раз, больше даже, чем в 10 раз ниже, чем у алмазного голема. Поэтому меня сейчас точно не убьют. Но он призывает пчел, когда ему наносят урон. Хорошо. Давайте попробуем его испытать. Так, давайте для начала мы попробуем призвать какого-нибудь, ну, допустим, вот дружка. Разбойничка. Разбойничка. Так, посмотрим, как он его будет долго атаковать. Три удара. Четыре. Пять. Так. Так. Да, теперь разбойник его не будет подпускать, походу. Шесть ударов. Да, смотрите, как он его долго убивает. Если железный из двух ударов, этот вообще семи-восьми. Так, но его вроде как никто толком не атаковал. Поэтому пчелу не спаунил. Но если мы сейчас постараемся его побить, то он заспаунит пчелу. Ну, блин, ну давай спауни пчелу, это же было. Он же спаунил пчелок. Э-э-э, ну, пожалуйста, побра... О, видите, раз, пчела под ним заспаунилась. То есть я бы такого голема использовал для распространения пчел. К сожалению, пчелы не атакуют цель. Было бы круто, если бы он спаунил сразу агрессивных пчел, которые меня бы атаковали. Так, но все равно ненароком можно его задеть. И, ну, точнее, задеть пчелу. И тогда вот эта вся стая полетит уже на меня. И мне придется разбираться уже не только с големом, но и с этой стаей злых пчел. Ну, если они будут злыми. Так. Кстати, совет тому, кто делал этот мод. Вот, чувак, сделай так, чтобы спаунились агрессивные пчелы. Это было бы гораздо круче. Так, я от него убегу пока, потому что он меня хорошо так побил. И я попробую с ним разобраться уже алмазным мечом. Нужно покушать. Нужно восстановить здоровье. Оп. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. А, он все, он забыл уже про меня. Он уже забыл про меня. Хорошо, я беру свой алмазный меч и иду наносить свои сокрушительные удары, потому что это не алмазный... Оооо, нифига себе! Ооо, а вот теперь они агрессивные стали! А вот теперь они агрессивные стали! Черт побери, сколько пчел! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Не-не-не-не-не, я захожу домой. Все, до свидания. До свидания, до свидания, до свидания. Тут никто не летит за мной. Не, вроде не летят. Ну что ж, дорогие друзья? На этом все. Вот такие вот прикольные големы сегодня у нас были в нынешнем видео. Кому оно понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите в комментариях, каких големов мне призвать в следующем видео. Ну а на этом все. С вами был я, Рисман. Всем удачи и всем пока-пока!